привет следующая интересная тема будет конкретно про светильники орфек вот то есть уже много раз там задаются эти все вопросы одно и то же в чем там плюсы в чем минусы и тому подобное как-то один спрашивает говорит ну я понимаю я понимаю что ты ими торгуешь и соответственно ты мне все равно горит не ответишь но я все же спрашиваю и нахера тогда спрашивать если ты понимаешь что я все равно не отвечу чтобы я там зря сидел печатал а потом все это удалился это гонит вот так вот расскажу один раз потом просто буду скидывать ссылки или сами смотрите запоминаете значит в чем фишка я тут все бросал небольшой план чтоб не про чего не забыть поэтому буду иногда смотрели туда чуть-чуть от себя там в сторону и собственно подсматривать что там у меня зачем идет какие пункты чтобы не забыть нюансы значит орфек в чем плюсы в том что первое диоды 5-ваттные стали ставить 5-ваттные диоды соответственно горят на максимум выдавая только 3 ватта по контроллеру то есть вы не можете разжечь светильник больше чем на там грубо говоря 70 процентов какой-то 60 процентов его возможностей потому что 3 ватта это максимально возможное то что вы можете выдать из диоды соответственно у него всегда остается там огромный запас а все знают прекрасно что если вы юзаете диоды там хотя бы на 20 процентов меньше их максимальной мощности они прослужат намного дольше вот поэтому там стоит 5-ваттные диоды в отличие от всех других светильников никто этого не ставит все воткнули там тот же экотек 3-ваттные 3-ваттные жарят на все 100 ну и в общем вот такая вот кухня линзы там мутнеют кристалл деградирует начинает выдавать не тот спектр особенно по ультрафиолету ну и собственно здесь куча проблем следующий момент например те же самые катековцы отказались от ультрафиолетовых диодов они сказали что ни на хрен не нужны потому что с ними сильно много проблем но ультрафиолетовое излучение как уже доказано давным-давно и этим занимается конкретно специалисты из компании орфик ультрафиолетовый спектр очень важен и соответственно от него отказываться никак нельзя другие товарищи просто от него отказались потому что прожигает линзы потому что линзы товарищ это ставит из пластика поэтому они прогорают но и собственные кристаллы такие же не очень качественные вот так вот орфек ставят стеклянные линзы то есть свои вот уже где-то года два ну полтора до год где-то год уже ставят стеклянные линзы то есть сначала они присылали апгрейды то есть линзы стеклянные под заказ можно было поменять своих старых атлантиках например заменить весь ультрафиолетовый канал и поставлять туда точно такие же линзы по форме только из стекла то есть ничего не мутнеет не деградирует вот эта сама стекляшка не прогорает ультрафиолет никакого воздействия на стекло не оказывает и все собственно все четко значит дальше рассеивание где-то как-то чего-то там ставят вот это рассеивание то есть понимаете да там какая-то вот как у экотека из одной дырки все это дело светило ну что это такое но все прекрасно понимают что блин светильники прожекторного типа это не для аквариума это говно поэтому рассказывать что это вот венец творения тогда для чего начали разбрасывать там в пятой версии того же радио диоды по всей площади понимаете орфек это сделали сразу они даже в океанах еще первый там прибор который был создан для аквариума они занимаются океанариумами у них всегда было то есть максимальнейшая площадь то есть чтобы это все сгладить размазать потом же толстое это вот пластиковое стекло органическое которое служит таким как рассеивателем получается когда ты смотришь в сам светильник там видно разного цвета вот эти вот диодики разного цвета огоньки так сказать светят но когда вот это свечение все чуть отдаляете вот не эту свет получается равномерный когда светили я видел сам на выставке на белый стенд то есть белая тумба и светильник висит над этой тумбой то ничего не видно вообще никакой дискотеки полностью равномерный свет в каком бы вы светом его пропорциях не понакрутили понимаете то есть просто меняется общий спектр не конкретно где-то какие-то точки именно общие все зависит просто от высоты подъема то есть там рекомендации есть определенные на какой высоте от дна конкретно должен висеть ваш светильник вот значит дальше у орфека есть четкий апгрейд если у вас к примеру другой светильник любой это я просто радио он использую как но он же считается как это следующим по счету то есть номер два поэтому я сравнивать с ближайшим к атлантику к орфеку точнее бренд остальные там вообще говорить не о чем вообще это такое жалкое какое-то это ну ладно так вот апгрейды у атлантиков есть у орфеков вы можете просто-напросто заказать себе другую плату вот к примеру вы купили корпус корпуса у всех идентичные ничего не меняется все четко подходит по размерам по всем гнездам все болтики винтики у вас все совпадет раскручивается все элементарно в руками там винты вот то есть соответственно вы можете просто-напросто если у вас вдруг уже устарела ваша плата вы понимаете что они сделали какой-то апгрейд они предлагают этот апгрейд по очень невысоким ценам вы можете купить просто новая плата заказать и вкрутить это новая плата себе в светильник то есть обновить полностью его сделать его новым вообще то есть заказать линзы которые подойдут у вас в ваш старый светильник то есть вы корпус оставляете неизменным там ничего не меняется корпус всегда такой же все детали туда подходят вы можете поменять себе мозги но не смысле вот здесь а в светильнике хотя многим бы не помешало поменять мозги упертым особенно вот то есть сейчас вышла версия у него icon вот у него там они верхнюю крышку ему поменяли но там только цвет она все подходит полностью ничего не меняется ну то есть вся вот это конструктив весь остался и соответственно там добавилась целая куча функций причем вот этот контроллер мозг весь вы можете вставить даже в старый атлантик то есть он будет все работать только естественно будет диоды там чуть-чуть других спектров что-то там еще об этом немного позже я расскажу то есть все четко все переставляется upgrade полный все чего хотите вот у вас есть вы можете только одну часть поменять вам например хочется перейти на новое приложение icon там больше возможностей там уже вай фай они добавили вай фай горю bluetooth был вай фай bluetooth все это работает через облачный сервис не так как у радио а именно он реально работает то есть вот супер дилер его там кент мой андрюха может любой светильник вам выключить на хрен удаленная любой просто по номеру то есть и каждый кто его купил с андрюхой созванец вон его connected записывает здесь на российскую территорию что мы здесь вот он здесь прописан по конкретно этому номеру и только так он будет работать и никак иначе поэтому не может быть никаких китайских подделок как ты это некоторые там да вот там смотри там китайцы там сейчас это да это только туда еще надо прописаться кто его туда пустит анда запчасти могут там производиться где-то там еще и чего-то как-то но никто не может подделать потому что все в облаке но это насколько я понимаю там большие сложности шли скам с этим потому что сам я когда покупал изначально контроллер и туда прописывать приходилось вот значит дальше про спектр уже говорил что спектр если диоды работают на максимум может уходить то есть инфракрасный диапазон в какие-то блин не те нанометры ультрафиолетовые особенно если он у вас перейдет у вас кристалл например прогорел немного деградировал то у вас может ультрафиолет выпасть ниже 350 нанометров насколько я это запомнил там цифры но это неважно то есть он может перейти просто в тот ультрафиолет который светит у вас у вас стерилизатора и поэтому вы смотрите когда вы чуть-чуть добавляете ультрафиолетовый канальчик на тех же радионах ваши кораллы сразу скрючиваются а вот в атлантике в орфеке вы можете на хреначить ультрафиолет на сто процентов ничего не будет вообще потому что правильный ультрафиолетовый спектр не мощность а именно спектр понимаете о чем разговор то есть те же самые 3 ватта максималка выдаст как и на радионе только вы этим вы ничего не сожжете можете крутить как хотите в любых пропорциях хоть на все сто процентов эти каналы на хреначить у вас просто будет медленный пересвет кораллов ничего не сгорит то есть они будут просто явно видно с каждым днем что у вас кораллы немного сжимаются то есть пересвет идет постепенный радионами тому подобным вот еще там есть бренды там разные это вы можете сжечь нахер на ухнаре это кто и все кто этим пользуется все могут подтвердить да там легко только накрутил все сгорело как кто-то сказал говорит хочешь выращивать кораллы покучить покупай орфек хочешь голову себе морочить ну купи себе радион то есть научись облить пользоваться этим агрегатом выяви свою схему посоветуйся с тысячей друзей какой скиньте мне ребятушки пресеты а то я тут боюсь надо накосячить а вот у меня народ спрашивается они горит скинь свои пресеты на антлантикер зачем то накрути как я нравится и все или ничего не будет вообще то есть вот такое чудо приборы то есть вообще похрен блин вот значит сменное полотно стоит там грубо говоря там сто сто пятьдесят долларов это максимум это вот атлантика icon ну то есть одна разница атлантиковская старая там 100 долларов антика icon of sky 150 блин то есть понимаете да цена вопросы то есть вы получаете практически новый светильник проходит например годик там вы решили себе его поменять на вы поменяли или два сделали не какой-то серьезный апгрейд вы видите да хочу и вам не не надо платить на 1500 баксов за новый светильник понимаете а берете просто апгрейд и все меняете там линзы какие-то за три копейки линзы там дешевые ничего там такого я помню я себе поменял все линзы полотна поставила и вообще все зашибись то есть никаких проблем у меня висят те же самые светильники уже они помню пятый год фигачат у меня через три с половиной года я вот поменял просто сейчас дальше расскажу еще про гарантии вот значит сменные мозги все эти то же самое там меняются как я уже говорил хотите от айкона можете заказать вставить новые icon of sky соответственно схема даже на сайте есть они просто видео схему рассказали как ты и дурака кривыми руками должен раскрутить собрать вот это поставить куда чего подсоединить все ты получаешь новый светильник какой бренд еще рассказывает об этом как разобрать их не хуйню и потом собрать из него чего-то там проапгрейд и на это хрен то там 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 изменили чуть-чуть там корпус подкрутили где-то там подкрасили стеклышко поменяли все это новая версия старую нахрен снимаем это уже не работает понимаете тут вам вот в один раз покупаете и вы на полном обслуживании у них находитесь это лучший сервис то есть вообще лучше не придумаешь вот значит как уже говорил это я просто схеме своей следую посмотрю на экран чтобы ничего не пропустить радио на убрали увы спектр в разнесли диоды по площади чтоб не горели линзы ну ума не хватило просто ничего сделать ну придумали просто решили убрать то чем не умеют пользоваться то есть не дали они ума не догадались что надо линзы поставишь на 5 ватные диоды поставить чтобы они сгорали разнесли по корпусу сначала вроде рассказывали что все у них там отлично и все четко светится из одной дырки блин ну там 30 из двух дырок ну что ну два прожектора рядом как это называется еще потом приделали диффузоры зачем поставили диффузоры если и также у них все отлично было зачем тогда ставить диффузоры то есть признали что это херня поэтому вот переделали потом в итоге в пятерки разнесли в сети воды уже по этим так вот еще один моментик который никто не замечал почему продаются радиона через годик полтора вот поинтересуйтесь а вот когда знаете народ спрашивает говорит а какие плюсы и начинают искать отзывы у тех людей читать которые перешли на радион ну типа почему я перешел на радион и описание понеслась потому что вот там круто вот ра та 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 ты на чем раньше сидел родной на говне на каком-то китайском ну ну да ну то есть по факту те не чем сравнить конечно радион хороший аппарат кто говорит то вот а в итоге с чем сравнил то с хренью с какой-то шерпотребом конечно он будет намного лучше естественно у тебя будут отзывы положительные а вы поищите наоборот почему я ушел со светильника в радио например или почему я перестал пользоваться говно светильником гидро к примеру или еще чем-нибудь и почитайте отзывы вот вот там вот вы найдете все минусы конечно же плюсы будут у человека который его никогда не видел и он просто радостный вот и чего гляди суперская машина какая блин все работает даже светит сам хрена себе и даже иди воды у него не моргают там периодически как у некоторых китайских ну в общем вот такие вот понятно да о чем я говорю так вот заметьте через полтора годика полтора годика все товарищи начинают продавать свои родионы все никто не держит эту пакость дольше ну извиняюсь конечно перед икотек овцами ребят ну примите мера чего ну говно вы лепите да и все так и скажите что мы лепим говно которая работает полтора года через полтора года этот агрегат становится вреден и это не только он это касается всего гидр это касается всеют этой вот остальные вот этой вот шелупони которая идет за атлантиком вот все без исключения практически полтора года меняете это говнище то есть начинаются проблемы проблемы с чем не там может быть ни диоды не сгореть никаких проблем просто начинает кораллам становиться плохо в чем связано вообще никто не знает и все обычные американцы там еще кто-то говорит ну я взял новый вообще огонь сразу кораллы пошли расти цвета красятся а что произошло за полтора года почему он из такого же точно нормального светильника как от которого все красилась вдруг превратился в какое-то говно от которого все подыхает то есть помирает он постепенно деградации как это вот это как раз тема том о чем я говорил деградация кристаллов линз еще чего-то там то есть изменение в принципе спектров которые он выдавал до этого в более какие-то там нижние уровни ультрафиолетового излучения которое конкретно влияет отрицательно на биологию на тем более на сами кораллы понимаете о чем разговор вот это никто не следит они говорят а ну чё ну год ну максимум два все дальше вы его должны поменять обязательно иначе просто вот то есть здесь не вопрос том что да он сломался там сгорел еще чего-то там где-то какой-то ганал отгорел диодик нет он в принципе переходит постепенно во вредные и через год уже специалисты риферы замечают эти моменты что что-то стало не так как-то кораллы не так реагируют что-то со светильником не то и когда вы вот как раз почитаете как например тем как я ушел от светильника в радио и на что перешел обычно переходит может не находят никаких других альтернатив это или на орфек или обратно на т-5 лампы понимаете о чем разговор или тимбу или еще и бывает и на мг блин который еще круче чем все остальное вот так вот тут от собака зарытой чего это говнище делается и почему она искажается вот этот спектр весь вот это никто и почему-то не интересуется они купили сначала повесили все отлично что потом будет чего она сделана до железяка не сгорит до мозги не отвалится до качественно сделаны но нарушены главные постулаты что он просто есть такая период деградации самого диода линзы там еще чего-то я не знаю чем это там еще связано в общем спектр меняется думайте вот а вот ландика этого тему они избежали тем самым поставив вот стеклянные линзы и соответственно 5 ваттные диоды не бросил в тему блин ультрафиолета потому что она необходимо в правильных нанометрах которые кстати никто особо не отслеживает вот вы можете просто диод были случаи когда мы атлантики пытались перепаивать диод и об этом как-то рассказывал в одном из видосов впаяли такой же по нанометрам все четко присмотрим вообще светит по другому не так как другие такие же диоды в этом канале чё за нахрен думаешь что в этом понаписали а там просто написано какие-то цифры и все ну то есть нанометр ну вроде такой же должен быть они по-другому светят то есть никто нихрена вам не раскроет вот этих вот своих так сказать секретов что это вставляет ну да там маркировка какая-то есть и все опять же вопрос о диодах некоторые специалисты посмотрев на картинку фотографии этого атлантика в интернете решили что там стоят обычные самые старые китайские диоды как-то помню какие-то полудурочные люди мне задают вопрос а когда горит они начнут наконец-то используют новые диоды они старый китайский хлам пятилетней давности и родимый ты хочешь сказать что китайцы до сих пор производят пятилетний хлам вы когда-нибудь вообще работали с китайцами все диоды запомните делаются под заказ никто никогда не производит диоды просто так они нахер никому не нужны вот ты дает завод конкретный заказ ребята сделайте мне например там сто тысяч диодов иначе с тобой просто работать никто не будет это димка днк подтвердит это все подтвердят что занимался светильниками вы никогда не купите нигде в розницу никакие диоды нормальные вы купите просто хлам ширпотреб который просто нижайшего качества не какущий практически вы только на заводе можете заказать и для вас их произведут опять же если вы уговорите их количеством понимаете иначе перри под вас эту линию никто переоборудовать не будет так вот диоды могут производиться в новых формах то есть запайки кристалла там какой-то но это как я это понимаю то есть я просто внешне я не знаю как это делать мне еще похеру то есть они выглядеть будут так как вы захотите но качество внутри совершенно другой то есть ват и другие там говорят что где-то вот каких-то этих там золотой нитью и не какой-то там хер знать на меня это блять филькинограмма там не похер вот понимаете то есть и под ваш заказ сделают диоды вы заказываете вам их присылают так нахера я блин китайцы должны хранить на каких-то складах диоды пятилетней давности у них на завод вы приедете сказать мне надо 30 там 300 тысяч больной что ли на и месяц мы для тебя сделаем скажу сейчас нет конечно нет и дурак зачем они нам нужны мы не будем тратить ресурсы на говнище которые у нас возможно никто не купит делается все под заказ понимаете поэтому все эти диоды новенькие под каждую там год заказываются новые партии диодов нового образца там нового поколения с новейшими доработками вот так работает орфек они вот то что вы там думаете я пошел и купил диоды какие нахрен такие диоды ты никогда не купишь нигде как бы они не выглядели ты купишь блять он будет точно такой же сука не так светит тут не видно даже глазом же светит не так вообще цвет даже другой хотя написано одно и то же вот это мы замечали и вы никогда не соберете точно такое же потому что эти диоды могут прислать только они вам с фирмы вот например мы просили у них там сгорели какие-то эти они говорят мы вам можем но это сейчас мы дойдем до темы гарантийного обслуживания мы горит можем вам прислать конечно же они нам присылали там нет ну там грубо говоря пару десятков диодов чтоб можно было припаять там где-то что-то как-то так в основном просто из каких-то там отработавших то есть под апгрейдили их убрали плата из этих плат просто потом выпаивали вставлять нигде не найдете вы такие диоды вообще нигде вот они выглядят да вот этот старого образца вот этот вот колпачок вот это это и все один в один понимаете только чтобы понимаете да если вы смотрите вот 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 хреновина там стоит диод один такой один такой один треугольный один квадратный или как это должно выглядеть они естественно и делают одной формы они одинаковы только цвета разного то есть это делается под заказ понимаете диоды разных каких-то там фирм еще чего-то с определенной формой чтоб они особо не отличались и вставали именно в то место они просто под разную хрень разный диод что воткнуть как вы себе это представляете светильник же должен еще эргономично как-то выглядеть ну эргономично чтобы он не выглядел в нелепой кривой херью когда вы его просто поснимаете эти же колпачки ну в смысле линзы и будьте перестану что это такое они выглядят одинаково только светят по-другому делается все это я же говорю еще раз только под заказ и вы никогда не определите что там стоит вообще какая там начинка по внешнему виду не болтайте эту херню я там посмотрел где ты видел ариатлантик живу нет я на картинке в интернете посмотрю мне его даже в руки брать не надо были мозги сначала себе в голову положи тогда тебе ничего не надо будет в руки брать шизофреники вот то есть дальше люди разбирали их смотрели я отдавали он там специально не разобрали да блин тут столько вопросов конечно мы вообще не понимаем как это ну то есть теоретически все ясно блин но на практике ни хера не понятно понимаете и невозможно это воссоздать точно такое же будет с виду похоже но блин светить так не будет то есть мы не можем добиться этих вектов эффектов уже мы не понимаем что там вот будет работать да что будет с вашим аквариумом будет вообще ничего не гарантируем уже мы не знаем какие там диоды железом мы разберемся с этими спектрами вообще никто нихера не понимает так вот подходим к основной теме каким оборудованием ребятушки кто-то где-то пользуется вообще для создания каких-то светильников если у орфека у них есть огромнейшая база по изучению всех этих спектрометра эти все это все есть все оборудование полностью и там есть куча тем есть видео они занимаются этим океанариумами уже хрен знает сколько десятков лет этого икотека еще и по моему и не было нифига когда эти занимались просто океанариумами и мне интересно был наш вот этот рынок там какой-то там аквариумистов тогда этого не было еще в такой вот ну не факт может я конечно ошибаюсь может и так и лекотеки уже и были ну и это неважно факт тот что эти изучают тему а те просто делают вот продукт и все то есть в этих изучения биологии все а вот эти просто делают продукт ну и собственно собирают отзывы вот аквариумиста ну чё там как нормально у нас получилось на этот раз да да пойдет хорошо вот и все то есть никаких баз и никакое изучение научных нету ничего у этих у орфека у них там это все это и там и станции какие-то на море они там ставили блять по этим спектра эти замеряли в общем я хрен я не знаю не буду чтобы не приврать в общем там целые научные работы проходили то есть если интересно можете просто залезть и на эти тему посмотреть открыть этих орфеков саму кто понимает английский там много и какие-то видосы они там где-то рассказывают именно вот эти все темы там ахиреете просто какой нахер там экотек это вообще даже и рядом если это как вот в песочницу придет там какой-нибудь доктор наук и будет вот с этими вот малолетними блин машинку катать там зачем это надо они своя тема и собственно делают они этот продукт и слава богу что они для нас их делают сейчас они вылезли именно на вот этот вот рынок любительский аквариумистов так сказать и слава богу эту бы мы до сих пор бы пользовались этими блин мг светильниками это пятыми ну либо недоделанный радион дальше значит облачный сервис облачный сервис как я уже сказал это bluetooth zigbee и вай фай то есть все четко там все работает все как надо и например какие-то маленькие фирмы естественно ради он на это способен а у другие они просто не могут туда включиться насколько я это понимаю потому что это стоит огромных денег чтобы просто вот туда влезть в это все облако и собственно там это все сделать ну опять же может я где-то ошибаюсь каких-то нюансах это неважно ну вот в общем там работает а я так вам плюсы просто зачитаю то из той информации ну которую я сам знаю ну и которые там еще нашу вроде как это чтобы тоже как дополнение ну а значит у орфека есть удаленная поддержка то есть вам можно просто могут просто там например вот супер дилеры удаленно настроить ваш светильник сам то есть но это естественно дает огромный плюс когда вы просто нихера не понимаете заходит просто вам все это чушку настраиваю блин смотрите как это все происходит то есть это возможно значит добавили интеграцию умного дома дальше значит сейчас идет как это к системе умного дома его там подключили я не разбирался точно я видел просто в интернете у них там какие-то обзоры то есть система вот этого вот мозги атлантика они могут управлять там практически любой розеткой как это я не знаю там чего там не знаю что то они там намутили еще там всякой это и собственно можно даже какие-то эти подделывать вернее не подделать а подстраивать помпы насколько я понял там заменит apix этот нептун в перспективе то есть вот вот так вот то есть если он розетками управляет на управляемыми вот этими значит соответственно он сможет ну то есть как через один интерфейс вы сможете управлять еще чем-то это вот у айкона обновление такое жг у меня нету поэтому тут я ничего не могу сказать можете читать ну то есть там чудеса только начинаются так сказать вот значит дальше насчет цены атлантик как все говорят это очень дорогой это самый дешевый из нормальных светильников самый дешевый потому что он один накрывает минимум площадь как два тридцатых радиона ну например или два вот этих пятерки вот эти полный кирпич не половинка пятнашка мы поняли да а именно как два соответственно сколько сейчас стоит у нас один ради косарь баксов сколько стоит сколько нужно их два чтобы накрыть ту же самую площадь которую накроет один атлантик соответственно атлантик стоит 1600 а это две вот весь разговор вот вам вопрос цены по спектру я уже говорил по качеству всего остального тоже то есть это все уже понятно то есть вот так вот вот и считаете значит если у вас большой аквариум то вы никогда его не засветить радионами вот никогда высоту вы будете вешать там день сантиметров как минимум 50-60 над водой если у вас глубокий аквариум а то и там чуть ли не около 70 сантиметров от воды вы будете его вешать тогда он у вас более или менее какую-то площадь накроет и не будет вот это сфокусированная из одного дупла этого пятна которая будет под ним все будет просто гореть и вы будете все кораллы куда-то где-то там отставлять в сторону чтобы не попали под нему то есть со спектрометром вернее с параметром будете лазить и искать где эти вот хрень которую он там создает атлантик он весь ровненько светит то есть там какие-то даже моментов я помню замеряли несколько раз с лёхой с одним с другим товарищи мои никаких этих все гладко все четко только по высоте какая-то разница и все ну то есть по глубине вот уже говорил о том что атлантик настраивается как попало и все в порядке другой прибор я вам гарантирую в ни один прибор не настроите без помощи как минимум пресетов производителей которым вам придется поверить и тем более сами то есть но никогда вы не настроите но будете вы мучиться с этой херней либо просить у товарищей которые точно также мучились проверенный какой-то пресет который они себе там сделали они вам пришлют и вы его просто скопируете потому что если плюс-минус там туда-сюда вы просто все себе уложите это уже многие проходили да там риф погиб весь и сгорела на хрен все там и в общем вот так вот это все заканчивается то вы можете крутить как попало ничего страшного не произойдет вот то есть как я уже говорил хочешь выращивать кораллы купи орфек хочешь заморочить себе голову с настройками ушатать там половину кораллов пока ты не разберешься покупай другой светильник опять же со временем начнет деградировать начнутся проблемы купишь еще один через год вот я вам говорю вот как лампы ты 5 люди меняют раз там 8 месяцев вот так же точно в идеале вам придется менять вот такой вот не очень доделанный светильник вот такая хрень ну хрен с ним не годно в полтора это точно поэтому видите распродажу у американцев частенько там поработали они где-то там полтора годика них скидывают и покупают новые вот и весь разговор и значит самое главное теперь о чем скажу это гарантии вот это самое основное чудо то есть внимание если то есть гарантия дается год если в течение года у вас в атлантике в любом приборе орфек в атлантике в частности отгорел какой-то диодик вот ну то есть где-то что-то там может быть не домазали пастой где-то охлаждался он плохо но мало ли вы фотографируете заднюю часть всего там номером отправляете мне там или через меня отправляем супер дилеру и соответственно получаете через какое-то время новое полотно совершенно бесплатно понимаете да один диод у вас отгорел проработал у вас светильник 10 месяцев один-два диода сгорело вы фотографируете ну там на один процент ставите чтобы видно было что светится они сразу понимают что в этом канале не работает они знают карту этих все то есть сразу видно что диод не горит соответственно вам приходит новенькое полотно вы получаете новый светильник совершенно бесплатно платите только за доставку там получит около 200 баксов потому что оно небольшое понимаете да то есть ну можно я не помню просто сколько может и дешевле может баксов сто но опять же куб пока получить новый фонарь за там даже 200 баксов который стоит 1600 с корпусом чего вы сделаете но есть у вас корпус да и есть линзы они никуда не денутся с ними ничего не происходит со стекляшками с этими вы просто вставите новое полотно блин причем нового образца не старье какое-то вы получаете по вот самое свежайшее которое на данный момент есть потому что старые никто не продает вот они просто уходят в партии все и всегда на заводе есть только нового образца новейшие которые вот сейчас идут в новые светильники понимаете какие плюсы поэтому если у вас отгорела пара диодов удовольствие счастливы должны быть они там вот говно отгорело два диода ты дурак только что стал обладателем нового апгрейдженного полотна по факту у тебя его и сразу никто не забирает и ждешь пока тебе придет новое полотно ты вкручиваешь и только тогда ты отдаешь это полотно супер дилеру нашему андрюхе понимаете то же самое с контроллером если у вас начинаются какие-то проблемы с контроллером точно так же вы созваниваетесь со мной или с андреем и соответственно получаете новый контроллер заплатив только за доставку understand и причем если у вас например навернулся контроллер в старом атлантике то скорее всего вы получите контроллер от icon с небольшой там доплатой может быть баксов 100 вы там заплатите и все и получаете новенький сразу но я думаю что даже бесплатно вот насчет контроллера не помню это андрюха точнее объяснит вот такие у нас гарантии понимаете о чем разговор еще можно определенные вещи делать когда у вас светильник но немного дольше года там два-три как например я делал и есть варианты получить по минимальнейшей цене все новенькое понимаете о чем разговор то есть в один раз купили себе прибор который останется с вами навсегда за какую-то маломальскую плату вы будете получать новые варианты этого светильника который постоянно делает апгрейды все лучше и лучше и лучше и вы будете получать и вы будете всегда так сказать на передовой всех этих достижений вот и все вот так вот получается и и последний вопрос почему говорит стоит они говорит он смотри там в европе говорит по 800 евро а у вас говорит 1600 потому что я вам открою секрет один потому что там надо внимательно читать или там написано что это атлантик ген-2 хотя все знают что выходил ген-3 генерации 3 под маркировкой про но они и обычно нигде не писали просто железо идет прошлое в том же самом корпусе то есть они ген-2 ген-3 никто не парился там где наклейки никто не менял и на сайте даже не было анонсов что это ген-3 и icon уже у нас он уже его все уже производили продавали а на сайте нихрена никакой информации не было то есть они там когда особо не парятся с этим сайтом они супер дилерам отправляют информацию какую-то рекламку там вот смотрите вот это вот это вот это то есть уже все пошло и когда все это только закрутилось завертелось то есть какие-то объемы пошли они тогда там внесли изменения на сайте полигра молодцы полгода нахрен и потом только на сайте что-то вылазит короче видно работники которые обслуживают сайт не очень заморачиваются некогда им заниматься этой ерундой вот так вот вышли апгрейды вы получили все новое по своему желанию можно все это делать все это будет получаться все четкое то есть никаких простоев не будет то есть вы ну блин с двумя там сгоревшими с тремя диодами вот у меня за три года например сгорело в четырех светильниках в двух вообще ничего не сгорело там где но это у меня еще четырех ваттные полотна были не с 5 ваттными диодами а с трех ваттными вот там у меня немного подгорели диоды надо крапорником сгорело в одном светильнике три диоды за три с половиной года в другом 4 вот я поменял эти а когда покупают люди в америке говорит купили через три месяца куча диодов сгорела купили в европе блин канал весь отгорел чё за нахрен вообще что это за порнуха что за кривые люди это делали потому что надо покупать у дяди саши и дяди андрея а не бегать по европам голубом с голым жопам как говорится и по американам и покупай там всяких хлам распродажный потому что товарищи американцы те еще ушлые блин деятели также как и товарищи европейцы им надо подешевле давайте нам дешевле чтобы мы больше заработали соответственно там есть разные категории товара с вами об этом разговаривать никто не будет ни на каком сайте вам об этом не напишут вы просто можете увидеть что вот у людей у купивших они работают а эти вот купили хрен знает где они у них просто где-то там что-то подгорало потому что люди заказали такое они говорят а можете нам сделать они чтобы стоило себестоимость не 820 евро а там на 500 и да можем конечно знаешь как будто в этом в мультике блять из одной шкурой нам восемь шапок или я не помню сколько нам шил собирался одно потом говорят а две а три а четыре вот тоже самое вот поэтому так и получается потому что заказывают вот они и мы клепают что заказали то и сделали и все эти распродажные говнище потом там лежит тысячами блин они просто скидывают по дешевке на вот так она работает понимаете да то есть разная ценовая категория все это все по договору то есть вот настолько разносторонне работает завод этот производства и так вот надо четко интересоваться знать потому что у нас гарантии вот такие они знают что нам надо отправлять вот поэтому у нас все четко у остальных у всех остается много вопросов поэтому поработал чуть-чуть сгорело у тебя там что-нибудь радуйся получишь новый понимаете о чем разговор и так несколько раз меняли причем даже утопленников то есть утонул светильник один угол упал и отгорело несколько диодов что делать ну давай сейчас будем думать написали ну ладно говорит хрен с ним давайте пришлю вам новое полотно понимаете да то есть все эти вопросы решаемы не надо выпендриваться просто берете опять же ребятушки не для интернета конечно блин никто же не отменял еще нашу таможню правильно 30 процентную от 200 евро согласны да вот если светильник стоит тысячу чем-то вы от 200 не платите за все остальное платите 30 процентную растаможку и плюс доставочка еще каким-нибудь емсом или еще чем-нибудь которая стоит около 250 во сколько денег выйдет вам светильник или вы на собаках вам привезут бесплатно или голубиной почтой пришлют или как вот отсюда и складывается цена понимаете то есть обслуживание растаможка доставка и все остальное именно поэтому они могут там стоить дешевле а здесь стоит дороже потому что это наша раша ребятам уже самая богатая страна в мире все остальные нам завидуют поэтому и цены у нас такие для нас все вот так и когда у них на сайте написано что доставка любую ну орфека доставка в любую точку мира бесплатно россия для них не является миром для них мир это вот австралия америка европа где у них всегда есть склады на которых лежат тысячи этих светильников поэтому она будет бесплатно потому что она уже там изначально то есть они сделали отправили сразу контейнеры и они там всегда есть тебе просто внутри по стране доставка уже их в европе например лежит там десять тысяч штук к примеру естественно доставка будет бесплатно это заберите конечно же блин хрена там мы же никуда из евросоюза их не вывозим они уже здесь они уже провезены этим пароходом или я не знаю чем за бесплатно практически понимаете то есть огромная партия получается на каждый светильник раскидай там три копейки а у нас идет как штучный товар еще и версии про супер качество с фантастическим гарантийным обслуживанием поэтому за это приходится и платить блин думайте и вот когда начинаете выбирать себе свет если ты хочешь купить и не париться берите то о чем ли вам говорят они всякую херню либо возьмите т5 и там вообще в принципе ломаться нечему дроссель и лампы менять ну картинка конечно печальная как-то так всем удачи